Всем привет-привет! Всем отличной, новой, теплой, приятной недели! Сегодня мы будем делать расклад, который предложила, по-моему, в комментариях, если я не ошибаюсь, Вера. Называется он «К чему ведет мое высшее Я?». К чему? К чему меня ведет мое высшее Я? Вот это мы будем смотреть. Вся информация обо мне есть по ссылке под этим видео «Мои услуги». Переходите туда, нажимаете, и, кому интересно, там есть контакты моего телеграм-канала. Можете переходить, подписываться, там тоже есть расклады. И в описании под роликом есть ссылка на мой второй канал, где я делаю расклад на одну позицию. Прямо вообще коротенькие, коротенькие расклады, да, кому интересно, welcome. Вот тайм-коды есть также в описании, а мы с вами сразу и приступим. Итак, позиция номер один. Голубенький камешек. Смотрим. Единички. К чему меня ведет мое высшее Я? К чему вас ведет ваше высшее Я? К чему-то приятному. Здесь действительно указание идет на движение вашей души, ведет к чему-то приятному, к чему-то романтичному. Для кого-то это может быть, я не знаю, к легкому флигерту, к наполнению эмоциональному. Поэтому это однозначно. Здесь присутствует движение к чему? Ну, к королеве Пендакли, да, к какой-то стабильности, к хорошему финансовому состоянию. Я не могу сказать, что здесь вот прямо чрезмерно много денег будет, да, но как минимум стабилизация финансового потока должна произойти. Ведет вас к более размеренному тропу, к пути, к более размеренному образу вашей жизни, да, к такому более стабильному, комфортному, приятному, уютному. Если кто-то здесь работает, ну, я имею в виду, не занимается только домашним хозяйством, да, а вы еще работаете, то здесь, возможно, указание идет на небольшое увеличение, да, ваших финансов, на расширение. Вообще, я бы сказала, такая, знаете, спокойная, хорошая, размеренная жизнь. Уютная, комфортная, теплая, сытая, приятная, вот, заботливая. То есть человек, который обладает мудростью быта, да, то есть здесь уже не в контексте жизни, да, мудрость, а именно на основе своего полученного в прошлом опыта, да, и человек здесь как-то немножечко подуспокоился, но от этого не говорит, как это сказать. С одной стороны, вроде бы человек успокоился, здесь нет таких очень ярких эмоциональных переживаний, качели, да, но с другой стороны, качество его жизни стало лучше. То есть где-то, может быть, ритмы стали медленнее, но качество жизни улучшается, да, мы же говорим, к чему вас ведет, еще к чему ведет ваше Высшее Я, к тому, чтобы вы были искренними сами собой, да, перестали себя в чем-то обманывать, в чем вы здесь себя обманываете, в каких-то своих страхах, тревогах, беспокойствах, о чем вы беспокоитесь. Не знаю, может быть, здесь кому-то не хватает отдыха, может быть, не хватает какого-то праздника, легкости, может быть, общения, может быть, здесь у кого-то не хватает единомышленников, людей, которые бы вас помогали, да, то есть, возможно, здесь какие-то волнения, переживания, вообще все, что связано с общением с людьми, здесь не хватает какой-то легкости, то есть должно уйти вот это вот тяжелое напряженное состояние. А почему в этом обман? Ну, потому что вы ориентируетесь на какой-то свой прошлый опыт, и поэтому не идете. То есть, знаете, возможно, не хватает общения с людьми новыми, да, но люди эти, они должны быть позитивные, вот, и очень вообще легко относиться ко всему, то есть у них такая точка зрения непринужденная, да, то есть, проще говоря, люди, которые не принимают близко к сердцу проблемы, умеют их решать достаточно легко. Вам здесь действительно не хватает развлечений, вам не хватает какого-то праздника, может быть, просто с кем-то куда-то сходить, повеселиться, выпить чашечку кофе, то есть вот какой-то, знаете, социум, но не тот, который гнетет вас, да, либо надо думать, контролировать, что вы говорите, как вы говорите, а вот такое, знаете, вот легкое общение, может быть, оно ни о чем, но в нем должно быть присутствовать юмор какой-то, да, веселье, шуточки. Человек, который ощущает себя в компании с другими людьми таким, какой он есть. Потому что здесь вот это вот включение, бесконечное включение мыслительных процессов, как сказать, что сказать, как бы не обидеть, как бы никого не ранить, как бы, там, я не знаю, кому-то угодить, что-то все правильно сделать. То есть здесь очень много идет каких-то вот психологических, может быть, срывов, может быть, напряжения. Здесь усталость идет психологическая, то есть человек здесь действительно, не знаю, как-то тревожится, беспокоится. Здесь очень много стресса, проще говоря, и поэтому здесь необходима разрядка. А стресс, он связан здесь что-то с прошлым. Скорее всего, то, как, возможно, неудачно в прошлом, да, выстраивалось общение и коммуникация. И здесь вы переносите вот эту вот проекцию, да, что и в новых, возможно, знакомствах и отношениях будет так же. И я этого не хочу. То есть, с одной стороны, вроде есть необходимость общения, да, коммуникация, а с другой стороны, человек уже боится прошлого опыта, так как было в прошлом, да, как выстраивались ранние отношения, да, что здесь будет какой-то вот повтор. И он, здесь беспокойство есть, беспокойство. Еще за что вы тут беспокоитесь? Ну, за свои эмоции. Вообще, вот вас ведут, королевы Пендакли, да, чтобы вы были более спокойны, более, как-то, я не знаю, ну, стабильно сейчас, не знаю, какие слова еще подобрать, чтобы описать это состояние. Но это когда хорошо и ровно на душе, да, когда все понятно, когда все ясно. Может быть, для кого-то это и будет скучным состоянием, но вам оно необходимо. Быть может, в вашей жизни, ну, была какая-то вот очень бурная молодость, да, и человек устал. Вот устал от этого, и хочется, знаете, вот как-то более оседлой жизни. Пускай она будет однообразная, но при этом она не будет вас очень сильно напрягать. Здесь вопрос эмоционального состояния и вот этого вот раздрая, он важен вам, потому что вы на это тратите очень много своих ресурсов. И поэтому вы готовы пойти на компромисс, отказавшись от своих эмоций, но при этом получить какую-то стабильность. Вот здесь что-то с эмоциями, их много, и вы устали уже от этого, понимаете? Почему-то эти эмоции, они здесь окрашены как-то вот, ну, не очень приятно. У них есть последствия неприятные, не сами эмоции, а последствия неприятные. Так, еще к чему ведет ваше Высшее Я? Ну, вот смотрите, либо гармония с самим собой, да, понимание, либо нахождение таких людей. То есть однозначно вас ведут, то, что я сказала, к более качественному образу жизни, да, когда человек сам с собой может договориться, когда он находится в более спокойном таком состоянии фоновом, да, уютном, комфортном, когда, возможно, с другими людьми вы уже научаетесь разговаривать по-другому. Ну, с одной стороны, на равных, а с другой стороны, здесь как будто бы ваше... После того, как вот вы внутри как-то сгармонизируетесь, договоритесь сами с собой, да, когда не будет разногласия между головой и сердцем, а будет некая такая, некая договоренность, и вы почувствуете себя намного лучше, эмоционально я имею в виду, да, вот как-то психологически уже не будет напряжения, вот неприятно здесь, неприятно окрашены эмоции, вы устали, знаете, как... Здесь не физическая усталость, а здесь психологическая усталость. То есть человек находится реально на грани. Вот ощущение того, что вот всё досталось здесь, вот прям раздражение, напряжение, агрессия может проходить, то есть человек однозначно здесь как будто бы и не высыпается, да. Может быть, какие-то кошмары мучают человека, то есть здесь нету отдыха. Если нету отдыха нормального, то не идёт процесс восстановления. Психика не восстанавливается, и она в течение дня заново перенагружается. И уже нету вот этого, знаете, как порога, когда человек может это терпеть. Вот он уже на грани, этот порог, да, чтобы вот прям сорваться. И здесь вас ведут как раз-таки вот к такому состоянию, чтобы вы не доводили себя до грани. Здесь ощущение того, что здесь нужно сменить, не знаю, только сказала, сменить ваше окружение, вышло башни. Что именно здесь нужно разрушить дьявола. Ну здесь вот эта вот усталость, это привязанность какая-то вот к материи. Какие-то ваши внутренние проекции, внутренние... Вы сами от себя устали, понимаете? Здесь не то, что вас другие люди-то раздражают, а вы сами от себя устали, от своего характера, да. Возможно, здесь вы устали от той ответственности, которую вы возлагаете сами на себя, да. У нас дьявол говорит про силу и власть. И вот вы как будто бы устали от этой власти. Устали. Что, с чем здесь связан дьявол? Ну вот, маг, то, что я и сказала. Очень много ответственности, вы не можете уже расслабиться, да. Вот вам как будто бы вы сами себе не разрешаете. Как это правильно сказать? Тогда здесь человек, ну вот, ответственный. Я не знаю здесь, какие другие слова подобрать. Здесь вот прям такая конкретная какая-то ситуация описывается человека. Вот, и она прям очень напряженная здесь вот ощущается от этой позиции какое-то вот раздражение. И хочется сказать, что, знаете, вот хочется со всеми разругаться, со всеми там, я не знаю, поссориться, чтобы все отстали, да. И вот человек просто как будто бы начал свою жизнь заново, вот спокойно, да. Что вот как будто бы камень, вот этот груз какой-то ответственный. Что здесь за ответственность? Кого вы тут несете ответственность? Не знаю, за ответственность какая-то, за какие-то идеи, желания, может быть, других людей, либо ваших, либо какие-то начинания в профессиональной сфере. Да, то есть может быть здесь какая-то ответственность финансовая, либо очень много ответственности на работе. И вот вы устали уже от этого всего. И вас ведут, в принципе, к королеве Пендакли, вот это вот постоянство. Может быть, в этом есть даже какое-то однообразие, вот именно быт, какая-то вот рутина. Но вам сейчас на данном этапе эта рутина нужна. Вот она вас как-то успокаивает. Какое-то однообразие. Возможно, знаете, здесь еще может быть чувство того, что внезапно, очень много каких-то вот внезапных моментов. То есть, например, внезапно приходят какие-то счета, которые вы не ожидали, и надо их платить. Либо внезапно какие-то потребности, если у вас там семья, и надо закрывать эти дыры. Вот это вот внезапно вы устали. То есть, поэтому здесь и говорится о том, что вам хочется, чтобы это было прям все подконтрольно, в контексте, чтобы это было постоянно. Да, чтобы я знала, например, такого-то числа надо это заплатить, такого-то там что-то другое сделать. И под это вы уже подстраиваете свой график. И тогда вы расслабляетесь. Но когда в эту рутину врываются какие-то неожиданные вещи, то есть даже если это какие-то позитивные, куда-то съездить, там, не знаю, может быть, сходить в гости, это вас тоже напрягает. Здесь человек хочет, чтобы какие-то минимальные действия, однозначно хочется здесь сменить окружение. Чем вам не нравится ваше окружение? Ну, с одной стороны, хочется уже новых людей, да, по аркану Вселенной. Хочется новых людей. С другой стороны, хочется людей, которые были бы с вами на одной волне, да, понимали. Это могут быть люди разной культуры, говорящие на других языках, чем-то отличающихся от вас. Но у вас должно быть какое-то взаимопонимание, какое-то единство взглядов. Ну, вы устали уже вот от этой, знаете, жертвенности, когда прям надо кого-то там все время спасать, что-то делать за кого-то. Я говорю о том, что нести ответственность за других людей. То есть чем больше вы становитесь ответственны, тем больше в вашем окружении для балансировки, да, вот этой вот силы появляются люди с меньшей ответственностью, либо не желающих брать на себя, либо не желающих вам помочь в чем-то, да, разделить вашу какую-то ответственность. Вот, и вы взваливаете все больше и больше на себя каких-то дел, которые нужно сделать. Вот вы устали. Может быть, от каких-то нытиков, да, то есть людей, которые не способны самостоятельно как-то двигаться, да. То есть, с одной стороны, вы устали от людей, которые вот показывают свое какое-то бессилие, беспомощность, потому что я ощущаю вас здесь на грани того, что вы уже стали таким человеком, да, беспомощным, потому что фокусируетесь и контролируете, как это, фиксируете свое внимание именно на таких людях, да, по повешенному, которые все время в чем-то нуждаются, либо ощущают свое какое-то ограничение, вы должны за них нести какую-то ответственность. Это выматывает вас, и вы превращаетесь в этих людей. То есть вы ощущаете, что вы уже стали на их месте, да, что стали в чем-то, может быть, беспомощными. Что вам хочется, чтобы вам кто-то уже помог. Здесь идет опустошение энергетическое. И поэтому сейчас вы стоите на выборе того, чтобы научиться выбирать себя. То есть оценки, оценки, да, ценности себя, я имею в виду. То есть выбирать себя, поэтому вот вы к этому и должны прийти. То есть вот через этот путь, да, через эти трудности сложатся, вас постепенно ведут к тому, что вы научитесь ценить себя, ценить, уважать себя. И, конечно же, как следствие, почистится здесь ваше пространство, как в профессиональной сфере, вообще ваше окружение, так и более далекие люди, может быть, клиенты. То есть они вам будут подстать. Вот такая была у меня первая позиция. Напишите, ощущаете ли вы, что вас туда ведут. Так, это был первый вариант. Мы с вами переходим к позиции 2. Красненькому камешку двоечки. Посмотрим, вас куда ведут, куда, куда, к чему, к чему вас ведет ваше Высшее Я. Здесь рождение. Для кого-то может быть новое начинание, да. То есть это рождение ребенка, для кого прям вот важно. А для кого-то здесь какая-то сложная ситуация, вот вас ведут к решению ее, да, то есть выходу, к трансформации, переменам, выхода из какой-то сложной ситуации. Вы самостоятельно как будто бы не можете найти решение, что здесь за ситуация, что за ситуация. Ситуация, где нужно принимать какие-то кардинальные решения. Здесь нужно отрезать вот эту, какую-то свою мягкость, эмоциональность, податливость. То есть здесь абсолютно, да, здесь указано на то, что решить задачу, о которой здесь идет речь, вот чисто мягко, да, через иньские энергии здесь не получится. Здесь это нужно обнулять. Здесь нужен другой подход. Какой подход здесь нужен? Ну вот еще один аркан смерти, да, здесь должно произойти перерождение. Что нужно оставить позади? Здесь возможно придется отказаться от каких-то ваших целей, либо от какого-то конфликта. То есть здесь ощущение того, что здесь ситуация назревает какой-то конфликт, какая-то ссора. Здесь показано, что эту ситуацию нужно решить как-то иначе, более мирным путем. Нужно собраться. Здесь будут подсказки того, как нужно правильно себя вести. То есть ваша интуиция, она подскажет вам, какой выбор, да, какое решение будет для вас самое верное. Еще к чему вас ведет Высшее Я? Для кого-то к выздоровлению, да, для кого это актуально. Более... Такое ощущение, что какая-то помощь свыше вам придет. Здесь идут перемены. Перемены вашей жизни. Причем, знаете, десятка сосудов, вот этот вот аркан, он говорит о том, когда действительно человек принимает, то есть здесь принимает сам себя, здесь идет принятие и слияние с вашим Высшим Я. То есть когда человек уже прошел полностью весь путь, и он принял себя, возможно, вы здесь чему-то сопротивлялись, не знаю, возможно, была какая-то борьба, то есть вас ведут к слиянию и вот именно принятию своего Высшего Я, то есть какое-то ощущение того, как будто бы две ваши части должны между собой как-то помириться, и вот это вот слияние, оно даст вам единение. В лучшую сторону однозначно вас ведет ваше Высшее Я, и здесь будет какое-то вмешательство свыше, потому что смотрите, сколько великих арканов выпадает. С одной стороны, указывающие на трансформацию, то есть смерть, и смерть у нас здесь выпала, здесь у нас выпал аркан мира как завершение, здесь у нас выпадает шут, как начинание чего-то новое, и аркан колеса фортуны тоже говорит о смене, о смене циклов, и этот цикл, вот то, что изменится, то, к чему ведут, вас ведут к наилучшему варианту развития ситуации и вашего развития. Что вам это даст, вот это вот слияние и единение, ну даст вам императрицу? Вот вас ведут как раз-таки к императрице сейчас. Но пока есть какие-то внешние факторы, да, третий фактор, либо это могут быть люди, либо вообще ситуации, которые вам пока не дают возможности объединения с Высшим Ям. Пока надо здесь как будто бы подождать, да, вам еще предстоит пройти путь, пойти в новое, еще очень многое чего, с чем встретиться, что проработать. Это вот нам просто показали конечный путь, к чему вас ведут, но это не значит, что это вот будет прям скоро-скоро. Это просто нам указали на точку Б, к чему хотят, чтобы вы пришли в этом воплощении. Но это путь, и у него есть промежуточные этапы. Вот самый первый, ближе всего к вам промежуточный этап, к которому вы должны прийти. что это будет. Это будет какой-то успех, какое-то эмоциональное наполнение после, опять же таки, внутренней борьбы, какой-то внутренней борьбы. С чем вы тут боретесь? Да вы как будто вы сами собой, опять-таки, боретесь по поводу того, что нужно ли вам двигаться, не нужно, правильно ли я иду. Здесь какие-то сомнения идут по поводу пути. То есть здесь есть ощущение того, куда вас должны привести, вот самый первый шаг, промежуточный этап на пути познания себя и слияния с Высшим Я. Есть самый первый промежуточный этап, то есть промежуточная точка Б. И эта точка Б промежуточная, она предполагает, что вы должны стать королевой жезлов. Такой, знаете, независимый человек, который сам себе исполняет те желания, которые он хочет, живет так, как он хочет, очень яркой. Но у нас там выпадала королева кубков в самом начале. То есть для вас это, вот эти перемены, они достаточно сложные. И поэтому вроде бы интуитивно вы понимаете, что вам нужно, какой вы хотели бы стать, какими качествами вы хотели бы обладать. Но вот эта вот перемена, трансформация из кубковости, из такой гибкости, мягкости, пассивности, переходить в огонь, в активность, храбрость, движение, коммуникация и амбициозность в каких-то моментах, это достаточно сложный этап. Это может казаться, что на слух так легко, но ведь это нужно изменить в себе какие-то качества. И вот с этим у вас связана борьба внутри. То есть есть какие-то претензии к самой себе. Возможно, старая модель поведения вам говорит, да нет, мне нам это не нужно, нам и так хорошо. Зачем тебе вот это проявление в социуме сиди, как говорится, на своем месте. Не будь выскочкой. Это не для нас, это не наша жизнь. А с другой стороны, вот ваша интуиция, ваш внутренний путь, он, ваша внутренняя звезда, он вас ведет в этом направлении. Здесь идет какое-то разногласие, какой-то вот раздрай внутри вас. Вроде бы вы понимаете, что туда, куда вы хотите пойти, это да, вам это нужно. Но с другой стороны, все время есть вот эти вот старые сценарии, которые говорят о том, что нет, давай мы останемся здесь, это не для нас, это слишком активный образ жизни. Здесь есть переживания на этот счет, но вот все равно ощущение того, что мне единение внутри себя, оно необходимо. Здесь как сердце борется с головой, что да, мне надо, я все равно хочу туда. А голова как будто бы она запугивает и говорит, нет, нам туда не нужно. И поскольку она говорит вам туда не нужно, оно и не показывает верный путь по Луне, оно все время как будто бы подбрасывает какие-то иллюзии. Вот ваша задача преодолевать все время эти иллюзии, увидеть, что вот здесь вот иллюзия, а здесь реальность. То есть я не придумала себе ничего, это не в моей голове какие-то там галлюцинации. Я действительно чувствую, что вот мне туда надо, мне действительно надо, не знаю, заниматься каким-то делом. Это мое, я это ощущаю. Вот здесь какая-то такая бесконечная внутренняя борьба идет. То есть с одной стороны я чувствую, я верю в свою интуицию, а на следующий день просыпаетесь и куча сомнений. Да нет, я придумала, да не может быть такого. Это вообще не мое, мне это не надо. И что вы делаете? Вы откладываете этот путь. Вы откладываете этот путь и идет процесс зависания. То есть по дьяволу здесь вот этот промежуточный этап, который вы проходите, он как-то, знаете, как до бесконечности, по кругу ходите одно и то же. Мне это надо? Нет, нам это не надо. Из-за того, что я не могу договориться сама с собой, я останавливаюсь в семерке пендаклей. И вот мы заново начинаем прокручивать этот сценарий. Это стало уже привычкой. Как вам выбраться из этого? Принять окончательное решение, что мне это надо. И, как говорится, не слушать голову. Перестать разочаровываться. Разочаровываться в каких-то ожиданиях того, что вот будет именно так, как сказала моя интуиция. Просто здесь нужно идти. Здесь не надо включать никакие ожидания. И здесь находиться нужно, знаете, как-то в пассивном доверии. То есть я ничего не загадываю, я ни о чем не думаю. Я приняла решение, что мне нужно двигаться. И все. Я стараюсь об этом не думать. И просто наблюдать. И появятся какие-то шансы, какие-то подсказки, потому что здесь есть подсказки свыше, которые вам даются. И вы их видите, вы их замечаете. Надо вам просто, надо просто брать и идти. Здесь вам сложно пойти в это. И опять же таки, даже если вы идете, то, что вы ощущаете, куда вам надо, здесь все равно какие-то остановки, какие-то сомнения. Но знаете здесь, какой сценарий здесь же по дьяволу идет? Мы проигрываем какие-то свои внутренние проекции. Здесь у нас выпадал аркан стойкости, там внизу. Ладно, не помню уже, где-то здесь выпадал. Который говорил о том, что задача победить себя, преодолеть себя. И от этого, то есть не сама точка B здесь важна, вот промежуточная я имею в виду точку B, а путь, который вы идете, когда вы каждый раз преодолеваете себя. То есть каждый раз вы прикладываете усилия для того, чтобы не остановиться, а двигаться вперед. То есть здесь нужно научиться поощрять себя, благодарить, хвалить за то, что вот вы пошли, что вы молодец, что вот в этот раз вы сделали один шаг, в следующий раз сделаете два шага. Здесь путь с откатами. Шаг сделаете два назад, потом шаг сделаете три назад. И когда у вас получаются откаты, здесь вам не нужно себя ругать, наоборот, эти откаты, то есть чем больше вы падаете, тем быстрее. И должны вставать, находить в себе силы, встать, не разочаровываться, а все равно вставать и идти дальше. Здесь идет закалка, вас закаляют таким образом, для того, чтобы вы пришли к Тузу Кубков, чтобы вы полностью, без каких-либо сомнений, начали доверять тому пути, которым вас ведут. Потому что вот этот путь, которым ведут, это подсказка вашего Высшего Я, как вы придете здесь к слиянию своему Высшему Я, если вы не доверяете. Здесь вот через такие трудности, сложности, да, вы в конечном... Здесь прокачиваете веру. И в конечном итоге вы должны прийти к слиянию, но только после того, когда вы безоговорочно будете верить своему Высшему Я, когда не будет включаться ваша голова, которая будет вас, не знаю, вмешиваться как-то, да, то есть влиять как-то на ваше решение. И вот эти вот вмешательства, да, внешние, это отражение вашего внутреннего состояния. То есть когда вы видите, что есть какие-то препятствия, какие-то преграды, люди вам ставят палки в колеса, это по сути вам прям как в театре показывают то, что происходит внутри вас, да. Вот когда вы, может быть, неосознанно ощущаете, что вы сами себе вставляете палки в колеса, вам это должны показать. И вот вам это показывают через театр игры других людей, и вы это замечаете. То есть до тех пор, пока вы это видите, пока вы это замечаете, вы сто процентов должны быть уверены, что это есть внутри вас. Когда все пойдет вот достаточно ровно, гладко, я не говорю, что вот прям вообще без каких-либо проблем, но когда вы перестанете реагировать, да, вот на эти какие-то внешние факторы, которые не смогут никак повлиять, они будут говорить, да, они будут вам как-то мешать, но ваша реакция, она будет нейтральная. Вот тогда это будет показать, что вот этот этап хотя бы вы прошли, то есть вы уже не обращаете внимания, да. То есть мочка гавкает, а слон идет. Вот когда вы придете вот к этому состоянию слона, которая идет, не реагирует ни на каких мосика, просто идет. Ну типа, да, как развлечение, есть там что-то гавкает, как муха назойливая, но все равно тоже какая-то радость, какие-то эмоции, да, пускай будет, потому что без нее, вот без этого гавкания было бы скучно. То есть когда вы научитесь еще плюс ко всему плюсы видеть в этой ситуации, вообще это будет как-то, не знаю, идеально, мне кажется. Вот к этому вас ведет. Но путь, путь у вас именно слияние с Высшим Я. Так. Но пока вас ведут в императрицу. Ну и до императрицы тоже нужно дойти. Через трансформацию. Так. Это была вторая позиция. И мы с вами смотрим последнюю, третью позицию. Троечки. Всем привет. Смотрим, к чему вас ведет ваше Высшее Я. Аркан справедливости, да, к справедливости, к тому, чтобы ваша жизнь, она стала как-то более сбалансирована, стала более серьезной, более конкретной, более структурной, более понятной, согласно определенным законам, как Вселенной, так и человеческим каким-то законам. Ощущение того, что здесь вас должны поднять энергетически, да, король жестов. Вы должны вырасти, вырасти как-то в своем сознании. Здесь присутствует серьезность, но не короля мечей, а серьезность, не знаю, в контексте каких-то знаний. Как бы вам это объяснить? Здесь не то, что человек умный, а здесь, скорее всего, человек, понимающий то, как устроен мир. То есть вот слово «ведущий», да, здесь было бы наиболее уместно, но здесь не говорится о том, что вместе с вот этим веданием вам придет и мудрость. Нет, здесь, скорее всего, какая-то статусность идет, да, вот какая-то серьезность. То есть, не знаю, мне показывают образ, начинающего какого-то менеджера, да, либо там, ну, человека «разноразбочего» в кавычках, да, на побегушках, «принеси это, сделай то», вот, а потом показывают точку «б», где вы там становитесь, там, я не знаю, директором какой-нибудь там компании, ну, то есть, либо акционером, то есть главным каким-то человеком. То есть здесь показан рост. И одно дело, когда вы там одеваетесь, там, джинсы, либо спортивную какую-то форму, да, и приходите на работу, ну, потому что это окей, вот такой дресс-код, да, если там, например, как курьером работаешь. А другое дело, когда ты становишься там акционером, либо там директором какой-то компании, то у тебя должно быть вот соответственный какой-то образ, дресс-код. Вот здесь вот краски показывают вот этот вот серьезный дресс-код. Опять же-таки, это метафора, которая говорит о том, что вот здесь какая-то серьезность, зрелость, что ли, зрелость будет присутствовать. То есть вы добьетесь очень многого, ну, по крайней мере, вас ведут к тому, чтобы вот вы как-то созрели духовно, да, и психически, чтобы вот какая-то зрелость, целостность появилась. И это вот как раз-таки по справедливости. К тому, что вы должны будете примириться с сами собой, здесь должны прокачать навыки коммуникации, общения. То есть здесь уже не может быть тех моментов, да, когда вот вас раскачивают на эмоциональных качелях, и вы становитесь объектом манипуляции. Нет. Здесь человек, вот такое ощущение, знаете, как покер-фейс. Ну, то есть не поймешь, что у него на лице, да, то есть человек, который контролирует, управляет своими эмоциями, потому что вот именно спокойствие, самообладание, это показатель человека, который проработал, да, очень многие психологические травмы свои. И вот это спокойствие, это не наносное, а оно естественное, да, и вот это вот придает вам какую-то силу, и вот эта сила дает вам авторитетность. То есть вот вы как будто бы к этому должны прийти. Еще к чему вас ведет ваше Высшее Я. Вот видите, я говорила про мудрость, да, то есть к нахождению ответов. Но здесь ответы не на какие-то свои собственные вопросы, а здесь вопросы, связанные со справедливостью, с законами. Может быть, здесь будут инсайты по поводу в общем вашей жизни, да, опять же-таки каких-то смыслов, но здесь, как правильно сказать, здесь не то, чтобы это касается исключительно вас, а здесь как будто бы приходят какие-то понимания, ну, более такие масштабные, да, то есть понимание там, например, эволюции человека, да, то есть как появляется впервые душа, для чего она там эволюционирует, да, к чему она должна прийти. То есть здесь не то, что вот знания, которые к вам придут, они касаются напрямую вас, то есть они будут косвенно вас затрагивать. Ну, например, я не знаю, учимся писать, да, обучение грамматики, вот, это вот как будто бы такая, знаете, более глобальная, глобальный навык, но лично вам, он как побочный эффект, да, он дает умение там писать, умение выражать в писанном виде свои какие-то мысли, состояния. То есть здесь как следствие идет, не как причина, а именно как следствие. То есть как будто вот вы смотрите, я не знаю, на какую-то картину художника, прямо она такая больших размеров, да, очень масштабная, и вы делаете какие-то свои определенные выводы по отношению к себе, там, я не знаю, какое-нибудь там наказание Кайна за брата убийства или еще что-то, да, там, эпоха Возрождения, это очень красиво так нарисовано, да, вы это смотрите, и вот глядя на эту картину, вы понимаете, в чем смысл, да, в чем, почему здесь грех. То есть вы вот это вот как будто вы находите в себе, то есть как отголосок того, что вы видите. Я не знаю, насколько я понятно здесь объяснила, но здесь достаточно сложная какая-то концепция, когда вы сами по себе имеете какой-то определенный вес, но вы являетесь пешкой в какой-то шахматной игре. Да, без пешки сложно, но и пешка, в принципе, она слишком, ну, важную роль прям играть не может, да, все по обстоятельствам, она имеет значимость, да, но здесь как-то по обстоятельствам. Вот вам зачем-то вас обучают игре в шахматы, да, ее правилам, там, где, как разместить фигуры, как эти фигуры должны ходить, что можно, там, разные комбинации. И вот напрямую, как будто бы вам это не нужно, да, потому что это все-таки игра, и это в большей степени развлечение. Но косвенно, если, допустим, вы эту игру изучите, да, вы сможете прокачивать там навык, рассчитывать какие-то шаги наперед. Понимаете, да? Ну, я надеюсь, что вы понимаете. Еще к чему вас ведет ваше Высшее Я. Гармонии, гармонии, спокойствия, спокойствия. Здесь как будто бы в какой-то момент произошла остановка в развитии, ну, либо произойдет, либо вам необходимо как-то замедлиться. Замедлиться. Для того, чтобы как-то подпитаться энергетически. То есть остановка. Вот на этом пути очень быстрого какого-то скоростного развития нужно, знаете, как вот получаем какую-то информацию, нам надо ее переживать, понять, осознать, как говорится, переспать с этой информацией, чтобы она улеглась. И только после этого мы сможем получить какую-то новую дозу, новую порцию информации. И здесь вот ощущение того, что вы уже получили очень много информации, вам ее нужно переварить. Переварить, прежде чем вы начнете получать какую-то новую информацию, это все должно устаканиться, вам нужен период по семерке кубков, где вы смогли бы определиться в чем-то, что-то выбрать. То есть на это нужно время. Поэтому вам дается как подсказка, что нужно остановиться. Нужно, возможно, в чем-то излечить свои враны. То есть не всегда надо идти в развитие. То есть всему свое. У каждого процесса есть свой промежуток, свой ритм. То есть в каждом танце есть свой ритм. Мы не можем идти в ритме вальса и ритм фокстрота. У них абсолютно разные движения, разный ритм. Все должно быть уместно. Вот здесь вот вам как будто бы сейчас дается вот этот этап, период восстановления. И после того, как вы восстановитесь, вы сможете с чем-то выбрать, что-то выбрать для себя, как вы дальше будете двигаться. Либо это вот параллельно идут какие-то процессы. Исцеления и выбора для себя. И вот на моменте выбора вам будет предлагать очень много разных вариантов, разные шансы. И это не говорит о том, что вы сразу должны что-то выбрать. Здесь вот вам как будто бы показывают разные варианты, какие вообще существуют. Ну, например, там категория людей. Какие есть? Какие типажи? Не категория, а какие типажи есть? Но они показаны не для того, чтобы вы вот что-то выбрали для себя, а для того, чтобы вы просто знали, что есть и такие типажи, есть и такие варианты, для чего вам это показывают. Ну, а потом проще будет сфокусироваться на выборе, когда вы захотите обнулиться, когда вы захотите, будете готовы пойти в новое, у вас должно быть уже какой-то готовый вариант. Это знаете, когда, например, делаешь какие-то покупки онлайн, у тебя нет денег. И ты просто сидишь, смотришь картинки, и забрасываешь в корзину все, что тебе нравится. Это не показатель того, что ты это все купишь. Просто когда у тебя потом появятся деньги и возможности, тебе не надо будет заново из всего рынка, что есть на сайте, как отображение, сидеть, заново выбирать. У тебя в корзине уже есть то, что тебе более необходимо и то, что тебе понравилось. То есть ты из меньшего количества уже выбираешь то, что тебе нужно и оплачиваешь. Опять же таки, не все, что есть в корзине, опять же будешь выбирать, но объемом будет меньше. Здесь об этом. Еще к чему вас ведет ваше высшее я? Но сейчас оно ведет вот именно к отдыху, то, что я сказала, к отдыху, остановке, к какому-то планированию, представлению, мечтаний, что вы тут должны планировать. Ну, по поводу того, как бы вы хотели изменить свою жизнь, что для этого нужно, пересмотреть свои какие-то убеждения, увидеть, что вас может помешать в будущем вашему движению. Здесь как будто бы какие-то подготовительные процессы должны произойти, прежде чем вам откроются врата. прежде чем откроются врата, и вы двинетесь в солнышко, вы пойдете дальше. Здесь идут какие-то подготовительные процессы, но это вот тоже какой-то, как я сказала, во второй позиции, какой-то промежуточный этап сейчас. Но больший этап, вот к чему вас ведет вот прям на большой период, на большой цикл ваше высшее Я, это вот каркану справедливости, то, что я сказала, к чему вы должны прийти, чего, какого, как это сказать, что вы встретите на пике Эвереста, на пике Олимпа. Но пока вы поднимаетесь на этот Олимп, у вас будут привалы, где вы будете разбивать лагерь. Вот первый лагерь, вот он как раз о том, что я озвучила ниже. Вот такой был сегодня расклад и третья позиция. Я благодарю вас всех за комментарии, за ваши лайки, за то, что остаетесь со мной. Встретимся в среду, где у нас по плану идет прогноз на зиму. Будем смотреть прогностику, что нам принесет зима. А я с вами прощаюсь. Еще раз хочу пожелать вам приятной теплой недели. Всем пока-пока.